Привет всем, с вами Дмитрий. Этим видео я начинаю сборку масштабной модели самолёта Curtiss P-40N Warhawk в 48 масштабе от фирмы Hasegawa. О самом наборе рассказывать особо нечего, альтернативы есть, но все хуже. Модель как модель. Несколько лет назад я уже пытался начать её собирать. Приклеил хвостовые части к половинкам фюзеляжа. Осталось убрать стыки и восстановить расшив. Большая часть деталей уже отделена от литников и находится вот в таком состоянии. Особо заморачиваться с доработкой не планирую, остановлюсь только на тех моментах, которые сделают модель более зрелищной и более копийной. Заменим ниши шасси из набора, здесь они изображены голыми и достаточно упрощенными. Устанавливаю смоляные ниши от фирмы Vector. Здесь они закрыты брезентом, как это было на реальном прототипе. Это ниши основных стоек, это чехол для хвостового колеса. В смоле также даны створки с внутренними панелями, маленькие створки и створки хвостового колеса. Также заменю каналы радиатора со створками на смолины, поскольку здесь достаточно сложная форма, которую в пластике изобразить верно производитель не смог. Каналы радиаторов со створками также устанавливаю смоляные от фирмы Vector. Как видите, форма каналов радиатора сильно отличается. Она здесь не простая. От передней кромки к радиаторам плавно переходит в круглое сечение. Сами радиаторы останутся пластиковые, из набора. Грубое сиденье из набора я заменю на самодельное. Пока есть такая рабочая заготовка из жести. Меня оно не совсем устраивает, но возможно я с этим смирюсь. Вот так оно выглядит. Окрашенным будет смотреться может и получше, но скорее всего я изготовлю новые из листового пластика. Далее выхлопные патрубки из набора я заменю на смоляные. По-моему это СМК. Видно, что формы они значительно отличаются. Смоляные выглядят лучше. Также есть набор цветного интерьерного травления от фирмы Эдуард. Отсюда я использую панель приборов, ремни для сиденья и некоторые мелкие детали, которые будут хорошо заметны и отличаться в лучшую сторону от того, что дано в наборе. Есть набор декалей Eagle Strike, в котором на P-40N дан единственный вариант окраски на самолет американского пилота Ричарда Водро, Сквирилбейт, воевавшего над Новой Гвинеей против японцев. На камуфляж внимания не обращайте, он здесь неверный. Самолет был окрашен по совершенно другой схеме. В дальнейшем я объясню какой. Вот они сами декали. Прекрасного качества. Работа с ними всегда приятна. Здесь часть мелких деталей еще на литниках. Что-то буду использовать, что-то нет. Вот декаль из набора, запаянная в пакет с остеклением. Ее использовать не буду. Может, только какие-то отдельные элементы, технические надписи. Это нижняя половина крыла с вклеенными крышками пулеметных отсеков. Верхняя половина крыла. Здесь ничего трогать не буду. Особое вмешательство они не требуют. Колеса из набора даны с лысым протектором, который не похож на реальный. Колеса с протектором я уже заказал. Жду, когда прибудет заказ. Панель приборов будет стачиваться спереди для установки травления. Пока я все это убираю, буду готовиться и думаю, с чего начать. Наверное, с сиденья. Начну собирать интерьер. Посмотрю, что можно будет оставить, что изменить, что заменить на фото травление. Вот, собственно, и все. Это была вводная часть. Далее будет сборка. На сегодня все. До встречи в эфире.